Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о Хаске. На примере нашей дорогой Луны мы сделали следующие интересные выводы и заключения. И хотим ими поделиться с теми, кто хочет приобрести подобную породу в себе в компоненте. И начнем с того, что Хаски имеют много особенностей. Первое, что нужно знать, они сильно линяют. И как мы заметили, линяют не только в особые периоды линьки, весной и осенью, но и круглый год. Поэтому их нужно постоянно вычесывать, хотя бы пару раз в месяц. Иначе в вашем доме, как говорят, войдут клочки по закоулочкам. Во всех уголках соберется много шерсти. В отношении же купания месяц-полтора, как и все собаки. Здесь, конечно, хорошо бы прибегнуть к грумингу, но у нас в этом был печальный опыт. Луну порезали в груминги, и у нас есть об этом видео. Конечно, салон заплатил нам за посещение ветеринара в связи с этим, и вернул деньги за сервис неудачный. Но теперь как-то будет изнавести своего питомца в грумин, если только все будет происходить в нашем личном присутствии. Луна же в отношении груминга очень страктива. Вычесывание и стрижка когтей для нее неприятные занятия. Хотя в последнее время душ стала более спокойно переносить. Следующий факт о хаске. То, что они очень игривые, игривые, активные и артистичные натура собак. Тут надо помнить, что хаски – попряжная порода. Они любят бегать, и хозяину хорошо бы было тоже быть любителем пробежек. У нас Эдгар бегает с луняшей, даже летом, когда жарко. Правда, конечно, после подобных пробежек луняшка в нокауте кверху лапками полдня, но когда отойдет опять за игры. Любит играть с игрушками, и особенно банки гонять по дому. Мы часто снимаем ее во время игр. Эта порода очень артистичная и хитрая. Если она поймет, что получит вкусняшку за какую-то интересную выходку, то начнет придумывать и повторять это. Например, прежде чем мы садимся за стол покушать, мы ей тоже кладем в миску еду. Но она не ест. Луняша-хитрушка сначала подойдет к нам к столу и начнет вымаливать жалобным взглядом со стола. Даже голову положит на наших колен. Но вот какая я несчастная, поделись кусочком, жадный хомяк. Все не с хомячь без меня. И только после нашей трапезы отправляется весь свое. Следующий факт. Каски не годятся для охраны. Нужно помнить, что эта порода слишком любвеобильная к людям. Настолько, что мы говорим, если вор проникнет в наш дом, то луняша залежет его до смысл. У Каски совершенно отсутствует агрессия. Мы в своей жизни лишь раз сталкивались, когда ей не понравился человек. И то на нем была странная шапка. Вероятно, ее вид не пришелся ей по нраву. Следующий факт. Насчет команд. Каски трудно управляем. Они, как полки, сами себе на уме. Поэтому на легкую трассировку не рассчитывается. Также очень важно знать, что Каски охотники. Дело в том, что в упряженной своей жизни среди людей, они добывали пищу сами в летнее время, когда отдыхали от работы. То есть отпуск и был неоплачиваемый. И заботились они себе сами. И поэтому инстинкт охотника, добытчика у Каски провели. Охотились на мелких грузинов, зайцев, хорьков и тому подобное. Поэтому, если вы надумали подселить Каски в более мелкое животное, типа зайца, кошки или хомяка, или даже, может, маленькую собачку, то лучше сразу откажитесь от этой идеи. Это может закончиться трагедией. Одно исключение. Если это животное не будет в Каске воспитываться с поваленством, и она к нему не привыкнет с самого щенячьего возраста. Вот в пример к всему сказанному приведу историю с нашей гостью. У нас гостила в парке маленькая такая длинная сосисочка-собачка. Так вот, Луняша все время ее подавляла, гоняла и терроризировала. Хотя, конечно, может, Луня просто хотела сыграть, а та была слишком стара для игрок. Все-таки Дикси Карби уже 11 лет. Ей не до шуток и активных мероприятий. Ну, в общем, дружба между ними не заладилась. А вот на улице с большими собаками Луни отлично. Она очень дружелюбная по отношению к ней. И еще один факт. Аске разговаривает. Например, Маша сильно возмущается, когда ей ее что-то не устраивает. Урчит себе, а также не любит наказания. Очень эмоционально. Обижается посерьезнее. Ляжет далеке и курса поглядывает на вас. Обиженным взглядом. И долго не подходит. Ну, она очень сговорчива за вкусняшки. Если поймет, что может повкусняшить, то сделает все. Поэтому метод пряника гораздо эффективнее метод фунта. Еще один момент. В каске любители полежать на спине. Это их любимый вид отдыха. Лапки вверх. И они такие милые, когда спят. Наши еще любят принимать солнечный банк. Ляжет на солнце во дворе. Или лежит в жару. Мы шутим. Наверное, шубу свою проветривай, чтобы море не завелась. В общем, мы постарались перечислить важные моменты, чтобы помочь начинающим собаководам определиться с этой породой. Лично мы очень довольны нашей луны. Нас она во всем устраивает. И мы ее очень любим, несмотря на обилие шерсти и ее маленькие хитрости. Ее любовь и ласка не сравнимы ни с чем. В любой момент она использует, чтобы быть с нами. Лежит у наших ног, когда мы смотрим телевизор, когда занимаемся делами и особенно, когда сидим за столом. Так что вам, дорогие друзья, как всегда от нее обнимашки, поблизушки и люблюшки. До новых встреч. Пишите вопросы в комментариях. Мы постараемся ответить. Пишите вопросы в комментариях. Пишите вопросы в комментариях. Пишите вопросы в комментариях. Пишите вопросы в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»